Привет, я Леся Грузинская, вы на канале о новостройках. Мы делаем авторские обзоры на тему недвижимости Москвы и Подмосковья. И сегодня мы приехали сделать обзор на дом с очень необычной геометрией. Это жилой комплекс Lime. Проект Lime – это один жилой дом на четыре секции, высотой в 27 этажей, и он уже сдан в конце прошлого года, поэтому сегодня мы его будем рассматривать уже, по сути, как вторичное жилье со всеми его преимуществами, со сданными квартирами, с благоустройством, которое мы сможем оценить, с внешним видом, с фасадами, которые полностью готовы, во входные группы зайдем. Но при этом у него есть и преимущество новостройки при покупке. Об этом чуть позже, смотрите сюжет, чтобы не пропустить. Дом монолитный, причем наружные стены у него тоже монолитные, что встречается сейчас нечасто. И фасад – это утеплитель, и панели Архскин и Алюкабонд. Трех оттенков – это белый, серый и салатовый, естественно, цвет Lime. И корзины под кондиционеры тоже есть в цвет фасада. Уже с самого начала сюжета проект Lime поражает меня своими цифрами и своими масштабами. Самая маленькая квартира здесь площадью примерно в 43 квадратных метра и доходит квартира до 130 квадратных метров. И на сегодняшний день, на момент съемки, готовую квартиру в Алексеевском районе, можно купить от 15 миллионов рублей. Жилой комплекс Lime находится в районе Алексеевский, это на северо-востоке Москвы. Если вы едете на машине, примерно 2,5 километра от третьего транспортного кольца. Дом находится на улице Старой Алексеевской, это 500 метров от самого проспекта Мира в глубину как раз в жилой район. Если вы пользуетесь общественным транспортом, тоже хорошие новости, потому что рядом есть станция метро Алексеевской оранжевой ветки, до нее можно пешком дойти минут буквально за 7. А если воспользоваться метро и проехать всего одну станцию до станции Рижская, там можно пересесть на московские диаметры центральные, на ЖД-станцию или на БКЛ. Точка расположения жилого комплекса Lime – это одно из самых весомых, мне кажется, его преимуществ, потому что все хотят жить в районе спальном, в районе уже обжитом, где есть вся инфраструктура, где вообще приятно находиться и приятно выйти прогуляться по району. У меня за спиной еще видно здание метро круглое, и возле него вроде бы довольно много потоков людей, шумно, все куда-то разбегаются, но они как-то распределяются вдоль проспекта Мира. А вот мы зашли с обратной стороны, собственно, идем к жилому комплексу Lime, и вообще другая атмосфера. Здесь уже тихо, очень много зелени. В основном кирпичные дома здесь были построены. Вдоль проспекта Мира такая сталинская эпоха более помпезная, с какими-то красивыми фасадами. А в основном все жилые дома – это просто кирпичные этажи в 12. Проезд к жилому комплексу Lime на сегодняшний день осуществляется с севера, с улицы Маломосковская. В принципе, можно припарковаться и на Старое Алексеевское, тогда придется пройти пешком. Получается, как раз с восточной стороны, между Маломосковской и Алексеевской, сейчас есть только пеший проход и небольшая территория рядом с жилым комплексом, закрытая только для жителей. Но есть еще и такая буферная зона, на которой пока есть только газон и частично ведутся строительные работы. Это как раз город. Планируют здесь проложить дорогу, соединить Маломосковскую со Старое Алексеевской. И, соответственно, не будет тупиковой дороги, улучшится транспортная доступность. Можно будет проехать и с Маломосковской, и со Старое Алексеевской, и пешком пройти. То есть в любом случае доступ во все стороны будет организован более удобно. Так, но что-то мне подсказывает, что в Lime на пространствах не экономят, потому что первый вход, соответственно, с улицы, мы попадаем в холл, и он огромный. И только потом мы попадаем уже в основное лобби. Причем мы сейчас находимся в лобби, одно общее для второй и третьей секции. Вообще на четыре секции получилось три лобби. У первой и четвертой отдельно свои собственные, они меньше по площади, но в такой же стилистике выполнены. Вторая и третья. Объединили лобби, получается, слева лифтовая зона для одной секции, справа лифтовая зона для другой секции, одна общая стойка ресепшена с охранником, там мхом стена выделена ярко. Интересно, что везде продолжение такой какой-то эко-темы. Lime – жилой дом тоже из мха, надпись, причем из натурального. И сделали мягкую зону ожидания в оранжевом и зеленом цвете с книгами. Здесь можно посидеть, почитать, можно, соответственно, подождать кого-то из своих друзей, провести какие-то переговоры. Ну, в общем, классическая мягкая зона ожидания. Довольно высокие потолки, светлое пространство получилось, потому что двери сквозные и еще очень много окон. Панорамное остекление со стороны двора, например, практически все стены – это стекла прозрачные. Еще в каждой секции есть колясочная, причем по традиции не экономии пространства, она очень большая. По метражу не знаю, но действительно здесь метров, наверное, 40, может быть, чуть больше есть. И интересно, что есть сразу вход с улицы колясочной, то есть не обязательно даже входить в выходную группу через лобби, заходить и парковать в коляску. Можно сразу попасть в колясочную, здесь сначала припарковаться, а потом уже перейти в зону лобби. Лифтов в каждой секции три. Два из них спускаются на подземный паркинг, один, соответственно, только по жилым этажам передвигается. И марка – это «Отис». Мы с вами сейчас находимся в самой небольшой, в самой доступной квартире. В комплексе – это однокомнатная квартира, 43 квадратных метра. Квартира вот такая в планировке, она неупрощенная, у нее нет недочета. Здесь точно также есть большой, как бы полноценный санузел, около пяти квадратов. Реально большой. Отдельный инженерный стояк, инвестиционный стояк для санузла и для кухонной зоны свой собственный отдельный стояк. Квартиры сдаются вот в таком варианте, в черновой отделке, то есть голые стены, бетон и так далее, да? Да, абсолютно верно. Квартира в бетоне. Вся планировка отмечена трассировкой в один кирпич, никакие перегородки, стены не строятся, отмечены мокрые зоны и деление по комнате. А высота потолков какая на классическом этаже? По высоте потолков в основном это три метра, но есть некоторые этажи, на которых можно купить квартиру с высотой потолков 3,30. В черновом и таком варианте 3,30? Здорово. Если говорить о ценах, то я буду называть цены сейчас, опять же, там с возможным применением дисконтов в отделе продаж, да, для покупателя. Такая 43-метровая квартира обойдется от 16 миллионов в 100 тысяч рублей, грубо округляю. Более большая по площади 50-метровая квартира, 17,5 и больше. То есть цены достаточно такие хорошие. Из-за необычной геометрии дома кажется, что коридоры имеют такой гостиничный тип, потому что они длинные. И я подумала, так, наверное, сейчас будет просто миллион квартир на этаже. На самом деле от 7 до 9. То есть несмотря на то, что кажется, что коридор длинный, еще он имеет заворот такой за углом, еще несколько квартир есть. Но по сути, смотрите, у меня за спиной сейчас только три квартиры. Мы идем по широченному проходу, реально очень большой коридор. В другом конце еще две квартиры. Ну, то есть на пять квартир, я не знаю, сколько здесь, метров 50, наверное, длина коридора. Надеюсь, у меня глаз работает, намечен. Потом есть еще один проход через технические помещения, через пожарную лестницу, которых две на этаже. Еще одну часть крыла, где еще четыре квартиры. Итого 9 квартир на площади просто огромнейшей. На планировках я, когда изучала сайт, увидела много вариантов с нестандартной геометрией. То есть что стены идут под углом в квартирах. Я хотела специально, чтобы вы мне показали такую квартиру вживую, мы в ней оказались, чтобы понять, насколько это больше функционал или красота вообще, как пользоваться такими планировками. Вот такая стена. На картинках все выглядит гораздо, ну, на мой взгляд, хуже, чем вживую. Потому что углы небольшие. Сильная геометрия квартиры не меняется. Причем мы вот перед этим были в одушке 43 метра. Там тоже была стена с такой геометрией. Мы даже не обратили внимание, вот, вот о чем речь идет. То есть они сильно не ломают пространство, они не заставляют идти на какие-то ухищрения, сказать, какие-то компромиссы в плане, там, дизайн-проекта. Нет, это все достаточно логично и удобно. Вообще, вот эта квартира, это евро-трешка или большая-большая двушка. Здесь даже изначально по проекту предусмотрены две спальни, кухня и гостиная. Сколько метров здесь? Здесь 87 квадратов. Двухомнатная квартира почти в 90, нормально. Ну, какая есть. Ну, двушки у нас есть, понятно, поменьше, там, от 70 квадратов. Но я оставлюсь привычной мне терминологией. То есть это все-таки евро-трешка, да, то есть квартира с двумя спальнями, большая кухня и гостиной. Что здесь, какие у нее, в принципе, есть преимущества? Ну, например, если посмотреть, что мастер-спальня, здесь вот эта вот мастер-спальня, у нее свой огромный санузел, около 7 метров. И плюс еще вот эта диагональ стены, которая так вот непонятно выглядит на планировках, она дает возможность в мастер-спальне сделать дополнительный гардероб. Либо как-то еще обыграть это пространство. То есть это как раз дополнительные метры, дополнительные площади для того, чтобы хранить все то, что есть в семье. Больше того, мы говорили, что у нас есть квартира с высотой потолков 3,30. Вот, обрати внимание, именно в этой квартире, да, это 15 этаж, и на этом этаже у всех квартир высота потолков 3,30. Ну, здесь, да, да, она гораздо выше, она гораздо более воздушна, да, ну, что немаловажно, тем более, как бы, ну, в современном городе хочется чувствовать простор, в том числе и над головой. Больше того, я говорил раньше, что есть квартиры, которые полностью ограничены монолитными стенами, квартиры-сейфы. Вот это как раз пример такой квартиры, что обе соседские стены монолит. Ну, пол и потолок мы даже не обсуждаем. И даже если посмотреть на окна, то и подоконный пояс, и надоконный пояс, он тоже выполнен из монолита. Очень прочный, очень большой, как бы, дом. Я могу тебе просто продемонстрировать толщину наших стен. Значит, кондиционеры у нас ставятся снаружи, да, в корзину для кондиционеров. И для всех покупателей мы во всех квартирах уже отверстия для коммуникации кондиционеров просверлили. А, я-то думала, что это за детальки такие у вас на полу. Вот, это минимальная толщина фасадов у нас. Есть все-таки преимущества в проектах начала 2010-х, потому что сейчас для экономии пространства иногда соседние квартиры, точнее, их входные двери, размещают так, что либо можно было бы меня сейчас прихлопнуть, либо ты обязательно стукнешься дверьми. Мы видели такое десятки, наверное, раз. Здесь две соседние квартиры, между ними еще две меня влезет. Это самое маленькое расстояние, по сути, которое есть между дверьми. Соответственно, площадь и квартир тоже очень масштабная. Теперь мы с вами пришли в трехкомнатную квартиру. В общем-то, у нас в Лайме трехкомнатные квартиры представлены в основном в двух форматах. Либо это относительно небольшие трешки с тремя спальнями, площадью около 90 квадратных метров, либо более крупные трехкомнатные квартиры, как та, в которой мы сейчас находимся. Здесь эта трешка полноценная с тремя спальнями, 118 квадратных метров. Это самый масштабный, по сути, такой формат, да, в Лайме? Да, 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 в полноценные три спальни. Причем по планировке квартиры сразу изначально предусмотрено два санузла. Санузлы как раз у нас находятся вот за спиной. Один из которых может работать исключительно на спальне, а второй может работать как и на спальную зону, так как можно переделать и гостевой санузел, смотря с какой стороны сделает вход. Так как квартира большая, для большой семьи, то сразу же предусмотрена большая кухня-гостиная, вот с таким вот большим панорамным окном, здесь около 20 квадратных метров по площади. Рядом с ней, ну, из зоны прихожей, да, еще пределана гардеробная, около 7-8 квадратных метров. Ну, опять же, как видите, здесь нет несущих стен. Можно согласовать до другого планета. Да, да, квартира очень гибкая, поэтому можно как-то перепланировать, что-то поменять. Ну, и, в общем-то, наши покупатели, большие семьи, у которых, как минимум, двое, то и трое детей, очень любят покупать вот именно такие квартиры, потому что здесь они могут реализовать то, что они хотели. Ну, здесь четыре окна, соответственно, это полноценная кухня-гостиная, причем огромная, судя по площади, три отдельных больших комнаты. Абсолютно верно. Еще раз, вот она, кухня-гостиная. Да, вот он. Причем я бы хотела обратить внимание, а здесь окна же, я вижу, что с этой стороны окно практически от колена, сантиметров 60, наверное, а там, ну, стандартные окна. Да, да. Это как? Абсолютно верно. Вот именно в квартирах такого формата окна-кухна-гостиных, они больше высоты. Ну, потому что предполагается, что здесь, наверное, семья будет проводить, ну, наибольшее количество времени. Конечно же, вид за окном здесь важен. А здесь вид на останки телебашни, вот хочу ответить. Ну, у нас, в принципе, неплохие виды, да, но здесь вид бонусный, потому что вот это, например, все-таки 25-й этаж. Ну, виды с него потрясающие, в общем-то, в обе стороны, что в сторону проспекта Мира и ВДНХ, что, например, испарина данной квартиры, вид в сторону Сокольников. И, например, ну, то есть за сколько такую квартиру можно приобрести? Ну, минимальная стоимость такой квартиры начинается от 33,5-34 миллионов рублей, но это, опять же, с возможными дисконтами, да, я называю цену, которую можно применить. Ну, а дальше уже закон высокого этажа, да, естественно, как бы дороже стоит. Какие условия покупки сейчас для квартир существуют? Ну, во-первых, стопроцентная оплата. Самый лучший вариант. Ну, большинство покупок у нас происходит с привлечением ипотеки, да, тут обязательно нужно отменить следующий момент. Да, дом уже построен, да, дом уже веден в эксплуатацию, но при этом ипотечные программы действуют как на первичку, как на новостройке. То есть те же самые, там, годные ипотеки, семейные ипотеки ставки 6-8%, IT-ипотека по 4,4% – это все применимо. К нам приходят покупатели, да, уже там, с предодобренными ипотеками, или ободобряются через нас и покупают. У нас больше 80% сделок именно с ипотекой происходит. И очень многие, как раз, покупатели отмечают, что просто очень удачное стечение обстоятельств, что дом готов, построен, да еще ипотека такая же, как и на новостройку, которую нужно ждать, там, год или два. На трех уровнях под домом Lime разместился подземный паркинг, и при том, что три уровня, мест всего 332. Казалось бы, немного, я пыталась понять, почему, может быть, из-за того, что пятно застройки не очень большое, но потом увидела вот эти проезды, на которых две газельки, мне кажется, просто могут вообще не мешая друг другу спокойно разъехаться. И ширину этих машиномест, ты поняла? Так, здесь тоже на местах не экономят, потому что есть машиноместа, вот отдельные вообще между двумя стенами, например, здесь можно просто, мне кажется, припарковать фуру какую-то или фудтрак, как минимум. Вот здесь рядом есть два машиноместа, которые уже соседствуют друг с другом, они тоже очень широкие, в принципе, любую машину сюда можно припарковать. Единственное, что пока машиномест нет в продаже, их будут выводить чуть позже. Въезд-выезд на подземный паркинг с восточной стороны дома, и здесь же сейчас есть небольшая площадка с плоскостным паркингом, так как не продаются еще места подземной, здесь паркуются те, кто уже купил квартиру или те, кто приехал в офис продаж, потому что здесь есть шлагбаум, соответственно, доступ только для тех, кто имеет отношение к жилому комплексу Lime. Но при этом чуть дальше есть еще пространство до улицы Маломосковской, где тоже бесплатный паркинг, там уже, соответственно, могут парковаться те, у кого доступа тоже нет или кому здесь мест не хватило. Чуть позже будет ситуация меняться, когда здесь проложат, соответственно, проезд от Маломосковской до Староалексеевской, и, соответственно, парковочные места будут как-то перераспределяться. С западной стороны дом-онлайн получился закрытый двор площадью практически в половину гектара. Здесь есть огороженная территория, доступ, соответственно, есть только через входные группы для жителей и очень много пространства. Это, наверное, главный девиз сегодняшнего дня. Большие лобби, большие квартиры, широкие жилые этажи и просторный двор. Причем именно во дворе я обратила внимание на воздух вообще вокруг этого дома. То есть только с одной стороны близко расположен бизнес-центр. Все остальные грани имеют много пространства. Нет такого, что где-то окна в окна. В любом случае, куда бы у вас не выходили окна – во двор или на обратную сторону, или с торца дома. Если не на бизнес-центр, то обязательно будут просторные виды. Кстати, я обратила внимание еще на подходе к дому на красивого очень кирпичного соседа, который в том числе из некоторых окон виден оказался, что это дом по реновации. Самый красивый, наверное, который я видела. Поэтому соседство очень приятное и визуально, и, соответственно, не мешает вам, вы не будете слишком близко к соседям. И между как раз этими домами и лаймом, буферной зоной, служит этот большой двор. Здесь детская площадка, спортивная зона. Там причем не часто я вижу, чтобы делали площадку для игры в волейбол. Волейбол, стритбол, детские разные всякие зоны. Есть качели для взрослых, есть зона, ну, может быть, каворкинг, может быть, обед на свежем воздухе. Я думаю, что большинство из тех, кто рассматривает покупку в жилом комплексе Лайм, они и так живут, скорее всего, в Алексеевском районе, просто хотят, например, улучшить жилищные условия или переехать в более просторную площадь. В общем, район, я думаю, большинство уже знает получше, чем я. Но если кто-то вдруг искал доступное жилье в семейном районе, и конкретно про этот район еще знает мало, просто посмотрите на карту и на обилие зеленых зон. Мы сейчас прогулялись до ближайшего, по сути, бульвара. Нет, самый ближайший бульвар это вдоль улицы Кибальчича, там можно вообще просто так, ну, пройтись, скажем так, с коляской. Мы дошли до ракетного бульвара. До него всего 600 метров, и здесь уже есть благоустройство, инфраструктура, в том числе детские площадки, спортивные зоны, беговые дорожки. Дальше в продолжение ракетного бульвара есть еще звездный бульвар, есть еще парк Алексейская Горка, и там уже на другой стороне проспекта Мира, понятное дело, ВДНХ во всей своей красе, ВДНХ перетекает в ботанический сад тоже во всей своей красе. Пешком можно дойти до парка Сокольники, то есть вы будете обеспечены прогулочными зонами на все случаи жизни, на все сезоны, потому что летом, например, в тех же Сокольниках организовывают бассейн, зимой там появляется котов, поэтому круглый год есть чем заняться. На первом этаже в доме Лайм есть несколько коммерческих помещений, но на сегодняшний день неизвестно вообще, какие операторы туда зайдут. Чуть позже уже, когда будут заселяться, когда уже будет понятно, чего не хватает действительно жителям, будет решаться судьба этих помещений. Но на сегодняшний день в пешей доступности в соседних домах есть абсолютно все. Супермаркеты от Перекрестка, там, Пятерочки до Азбуки Вкуса возле метро. Возле метро вообще очень много разных магазинов, аптек, пекарен, кафешек. В соседнем доме даже есть фитнес-клуб World Class причем. Есть ресторанчики, кофейни, французская пекарня. Нам, кстати, сказали, очень классная как раз у соседей есть. Поэтому на сегодняшний день жители Лайма вообще ни в чем не будут нуждаться. Я вот смотрю на карту и мне кажется, что муниципальных детских садов и школ здесь примерно столько же, сколько жилых домов. Ближайший корпус школы 1539 находится в 150 метрах. Один на Маломосковской, другой на Староалексейской. То есть рядом есть два корпуса школы. Прямо за этим корпусом находятся еще два корпуса детского сада, тоже муниципального. И вообще в районе их действительно очень много. Я не знаю, как с местами, потому что мы начинали с того, что это район семейный, жилой. И в принципе продолжаем об этом говорить, что действительно сюда многие заезжают с емями. Наверняка не зря здесь так много объектов инфраструктуры, они действительно наполняются. Но я думаю, что прям нехватки мест здесь не будут. Ключевые мысли, которые бы мне хотелось зафиксировать о жилом комплексе Лайм. На сегодняшний день это самые доступные квартиры в новостройке в жилом обжитом районе Алексеевский. По условиям покупки реально в новостройке не на вторичке, а при строительстве. При этом дом уже готов, вы можете купить и начать ремонт, а купить по ипотеке, как будто вы покупаете на этапе строительства. Мне очень нравятся площади, которые заложил застройщик, начиная от 43 квадратных метров. Вообще в этом проекте много таких площадей и размахов, которые сейчас не часто встречаются в современных новостройках, а в Лайме это все учитывается. Ну и Алексеевский, конечно, это в первую очередь район для жизни, район для семей, район для того, чтобы самим проживать в этих квартирах. Напишите, пожалуйста, те, кто знает этот район хорошо, какие ваши любимые места в Алексеевском районе. Мы обязательно в следующий раз приедем, прогуляемся. Не забудьте написать нам комментарий, поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!